всем привет с вами дом вот пришел получил посылку с магазина чук и geek на этот раз это из россии вот прислали наложенным платежом вот это единственный минус который при покупке то что наложено платежом я как бы привык оплачивать все сразу чтобы безналично прийти забрать сейчас вот соньку купил оплатил осталось ее забрать вот как бы вот 830 рублей плюс комиссия почты 69 ну и того в общем почти 900 рублей отдал на почте что давайте смотреть что там пришло и в каком состоянии так вот так упаковано попана тут инвойс 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 так вот товарный чек а заказывая комиксы до магазин чук и гиг продает комиксы всякие на английском языке на русском мангу и так далее вот заказал я человек железный человек февраля 2013 года 100 рублей мстители мега комиксы февраль сто рублей а сборник секретное вторжение 230 рублей человека паук мега кожа и бывать 2013 года 100 рублей и человек паук мега комикс за февраль. Всего номинований 5. Итого 830 рублей. Плюс комиссия почты там. Комиссия почты. 900 рублей за все. Вот он. Давайте смотреть. Упаковано хорошо. Ничего не помялось, наверное, думаю. Это хорошо, что так упаковывают. Еще фиг достанешь. Так, ну давайте смотреть. Так, вот первый. Это на «Железный человек» за февраль. Обожаю «Железного человека». Жду не даже из фильма уже третьей части, когда выйдет. Какой-то новый журнал. Наверное, это детский какой-то. Вот, в общем, с Тором они тут изображены. Так, первая есть. Так, вот тут рекламка «Мстителей». Вот они. «Возвращение иллюминатов». Тут у нас, как забыл, удивительный человек, или который растягивается из фантастической четверки. «Железный человек». «Доктор Ксавьер», «Доктор Странш». Что это? Не знаю, кто. Блин, спидно даже. Ну да ладно, про что узнаю. Так, есть. «Человек-паук» за февраль. Вот этот существо из фантастической четверки. Опять же, этот удивительный человек, или как, уже не помню. «Кинг-конг» какой-то. Что-то мне кажется, или они тоньше стали как-то. Так, есть. И «Человек-паук» за январь. Видите, у него костюм. Не такой, как в фильмах. «Человек-факе». Вот здесь реклама «Железного человека». Вот. В общем, есть. И последний-то сборник. На 240, по-моему, страниц. Это «Секретное вторжение». От «Марвел». Вот, наверное, буду покупать вот такие сборники. Они как-то удобнее сразу. Несколько комиксов в одной книге, как бы. Ну, вот «Железный человек». Все тут сборище «Мстителей» и так далее. В общем, почитать будет и что мне. Целая такая, вон, видите, все супергерои Марвел. Ну, вроде все пришло, все в целости. Тут недавно посмотрел новый документальный фильм от National Geographic. Называется «Фанаты комиксов». Советую тоже вам посмотреть, кто увлекается комиксами и так далее. Даже просто так посмотреть. И там рассказывается про выставку «Комик Кон Нью-Йорк» 2012 года. Это такое событие, где собираются все фанаты комиксов со всего мира, с Америки и так далее. Вот там всякие журналы продают. И там показывали всяких коллекционеров. Мужик собрал за всю свою жизнь 175 тысяч комиксов. На общую сумму более 5 миллионов долларов. И сейчас эта коллекция стоит более 15 миллионов. И вот он там продает эти комиксы. В общем, прикольный такой фильм. Если хотите, посмотрите. Называется «Фанаты комиксов». Ну вот, собственно, и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.